Демисоль привет всем нашим подписчикам с вами Аля Трофимова мы активно боремся с хмурыми буднями и разгоняем тучи хорошим настроением и упорным трудом ну и конечно у нас происходит много всего интересного сейчас я вам обо всем расскажу демисольки наконец начались офлайн занятия мы встретились со своими друзьями и любимыми педагогами пришли в театр и погрузились в атмосферу творчества немного сложно вливаться в такой насыщенный режим но мы стараемся смотрите как ожил театр с возвращением своих артистов у нас появился новый повод для гордости артистки демисольки диана кандыбаева и ирина таранец сочинили песню под названием вдохновила и она попала в эфир детского радио всего за неделю девочки заняли лидирующие позиции в хит-параде мы гордимся ими и желаем еще больше побед и достижений давайте послушаем песню вместе сквозь толпу людей серых скучных дней в череде событий проберемся в мир открытий на танцполе меняем ахиа ахиа В Домисольке жизнь всегда бьет ключом, и мы рады сообщить вам, что запускаем новый проект. Он посвящен нашему любимому Артеку. Встречайте первую караоке-рубрику «Любимые песни Артек». Наши артисты уже успели снять первый клик. Девочки исполнили песню «Живой уголек» и смогли передать атмосферу вечерних лагерных посиделок у костра. Даже захотелось снова вернуться в лето. Присылайте свои видео нам на почту и ищите их на нашем ютуб-канале. Пойте вместе с Домисолькой! Мне живой уголек из костра! Подарите на память, товарищи! Мне живой уголек из костра! Всем привет! С вами Юлатова Вероника и рубрика «Путешествуй вместе с Домисолькой». Наступила осень. За окном все чаще дождь и слегкает. Но мы не унываем. Сегодня я вместе с Алиной Высоцкой и Настей Повецкой перенесу вас в лето. Сегодня мы отправимся в Сочи. Всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Сочи на морском вокзале, который считается центром города. Мор-вокзал представляет собой двухэтажное здание с башней, которое примыкает до образных галерей. Трехъярусная башня со шпилем высокой 71 метр, украшена сташлями у четырех женщин, обозначающих времена года, и четырех мужчин, которые обозначают стороны света. Ну а на самом верху башни скульпторы изобразили резвящий стадифильм. Перед вокзалом установлен фонтан со статуей богини навигации. В правой руке она держит корабль и лодку, а левый успокаивает волнущийся море. Еще один очень интересный факт. На Сочинском морском вокзале снимала стены и скидка «Бриллиантовая рука». В честь этого установили память героев фильма. Также я очень рада сообщить, что сейчас в городе Сочи находится еще один артист детского музыкального театра «Донисолька» Анастасия Повец. Посмотрим, что Настя расскажет нам интересного. Пока! Алина, спасибо за увлекательный рассказ. Меня зовут Настя, и как вы уже знаете, я тоже нахожусь в Сочи. И сейчас очень хочу вам рассказать про главную достопримечательность этого места – Олимпийский парк. Этот комплекс сооружений был возведен специально для проведения 22-х зимних Олимпийских игр, которые состоялись в 2014 году. Строительство Олимпийского парка продолжалось пять лет, и за это время была проведена колоссальная работа. Соорудили огромный стадион, многочисленные дворцы-арены для проведения соревнований на льду, Олимпийскую деревню, медиа-центр. Центром композиции парка является Олимпийская и Лежемедальная площадь. Вокруг нее расположены шесть огромных стадионов и два тренировочных центра. Перед нами стадион Фишт – самое грандиозное сооружение Олимпийского парка, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Название «Спортивная арена» получила в честь одной из горных вершин Фишт, что в переводе с адыгейского – «Белая изморозь» – «Седоглавая». Когда садится солнце, парк становится похож на сказочное царство. В это время начинается грандиозное представление – шоу боющих фонтанов. А наш любимый детский музыкальный театр «Донисолька» представлял культуру России на этой Олимпиаде и стал первым и единственным среди детских творческих коллективов России послом культурной Олимпиады Сочи в 2014 году. Не знаю, как вы, а я получила огромный вера солнца и тепла. Теперь мы можем смело возвращаться в Москву. И мы попадаем на Хадынское поле Кати Гонтаренко. Катя, ты в эфире. Всем привет! Сейчас мы с вами находимся на северо-западе Москвы в парке культуры и отдыха «Хадынское поле». В 2018 году Хадынское поле появилось между Ленинградским проспектом и Хорошевским шоссе. Тут есть различные зоны отдыха, спортивные площадки, цветники и арт-объекты. Парк располагается на местности с богатой историей. А некоторые события, произошедшие на Хадынском поле, сыграли довольно важную роль для всей России. Например, Хадынское поле издревле служило местным сбором москвичей. Здесь происходили многочисленные народные гуляния и собрания горожан. Здесь установлен памятник великому летчику Михаилу Водопьяну. Композиция рассказывает об одном из ярчайших подвигов авиации. Первом в истории приземлений на Дины Северного полюса, совершенном летчиком в 1936 году. Помимо этого Михаил Водопьянов известен открытием воздушного пути на Сахалин, участием в спасении экипажа и пассажиров корабля Челюскин и ответственными вылетами во время Великой Отечественной войны. Я узнала много интересного. Верю, что вам тоже понравилось. А нас ждут новые путешествия. Пока-пока, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова